Привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров, художников, скульпторов. Сегодня описание работы Тинторетта, кающейся Марии Магдалина. Тинторетта художник венецианцевой школы позднего возрождения, стремился в своих работах соединить тициановский блеск и силу красок. У этого мастера научился в юности с совершенством рисунка Микеланджело. Мария Магдалина популярна в западном искусстве образ. Быть может, самым знаменитым воплощением является картина Тинторетта. Тинторетта также создал образ кающейся грешницы. Западная и восточная христианская церковь по-разному интерпретирует евангельские истории. Хотя женщина, помазавшая ноги Иисусу, от кого происходит данный образ, была анонимной, Иоанн идентифицирует ее как Марию, сестру Марфы и Лазаря из Ифании. Существует, однако, традиция отождествлять героиню женщины, именуя Марии Магдалины, из которой Христос игнал семь злых духов. Мария присутствовала при распятии Христа. Неизменный атрибут Марии Магдалины сосуд с притираниями. Волосы героини распущены, лишь они прикрывают ее наготу. Перед ней распятие, череп и раскрытая книга. Чтение молитвой женщина ввела себе в состоянии траться. Теперь ее взгляд устремлен к небесам, откуда на грешницу изливается божественный свет. Окружающий пейзаж напоминает пещеру из жития, согласно которому осадок жизни Марии Магдалина провела уединение в гроте Санта-Бауми. Ну, вот такое описание к работе Тинторетта Якупа Рамусти, кающейся Марии Магдалина, написанной около 1602 года. Я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие музеи мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова